Этой стране можно бесконечно удивляться и никогда не будет предела их дурости и безумию. На этот раз интересная новость. В России выпустили Конституцию для детей в стихах. Ни одна страна до этого не додумалась. Ну вот в России, где Конституция не исполняется, где ни один закон толком не функционирует, пытаются ее типа навязать в стихах даже детям с детства. Но вопрос остается, зачем? Ведь даже взрослые ее не соблюдают. Зачем ее учить детям в стихах? В работе над этой книгой, как сообщают источники, работали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов, Российский фонд «Стратегия будущего» и Институт развития местных сообществ. Они адаптировали для детей текст в понятной для них форме. Она адресована детям от 8 до 14 лет и должна или может использоваться на факультативных занятиях в школе. Основным разработчиком этой Конституции стал вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семекин. Например, там особое внимание уделено свободам, правам и обязанностям граждан. Но, скажем, ни слова не сказано об обязанностях президента России. Не сказано о формировании федерального собрания, то есть основных источников власти. То есть, так сказать, это не полная Конституция, а такая выборная ее часть. Сам автор говорит следующее. «Мы специально акцептировали внимание на базовых ценностях российского государства и общества, на базовых правах и свободах, которые описаны в первой части и второй части нашей замечательной Конституции». Ну а теперь посмотрим, как это выглядит. Например, детям сразу напоминают о воинской обязанности. Их готовят к тому, что они будут солдатами. «Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может, за нее падешь». Представьте, да, в такой командной форме ты будешь защищать, и даже если ты падешь, то есть умрешь, будь к этому с детства готов, с восьми лет. Дальше, например, детям рассказывается о том, что они должны быть готовы к платежам, у них есть обязанности перед государством. «Итак, в партнерских отношениях от вас обязанностей ждут платить налоги регулярно, ведь гражданами нас зовут». Значит, граждане, по мнению этой Конституции, это только те, кто платят налоги. А вот то, что у них есть права, например, право голоса, и они имеют право выбирать себе свои управляющие органы, об этом ни слова. А вот то, что платить, здесь, конечно, нужно быть к этому готовым прямо с детства. «И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда, а кто закона вдруг не знает, ответит все равно сполна». Вот такие просто, знаете, такие качественные, такие талантливые стихи. Ну, рифмы не соответствуют, смысла тоже очень мало, но самое главное – это доступная форма. Это, наверное, Конституция, скорее, не для детей, а, наверное, Конституция для дебилов. Есть интересный раздел, например, посвященный даже Украине. Это странно, вот если ситуация в Украине изменится, изменится отношение в Украине, это неважно. Уже вот в детской Конституции прописано раз и навсегда. «Теперь война на Украине, где русских тоже много есть, а им язык их запретили и разожгли войну и месть». Понятно, да? То есть война началась от того, что где-то запретили язык, хотя это неправда, это ложь, и навсегда закрепили в русской Конституции для детей состояние войны для Украины. Это очень показательно. Иллюстрации для этой Конституции были выполнены, с одной стороны, профессиональными художниками, а с другой стороны, были проведены по всей России конкурсы на детских рисунков на тему «Если бы я был президентом?». И вот лучшие из этих работ вошли в эту детскую Конституцию. То есть все понятно, Конституцию выпустили, на этой книжечке кто-то очень хорошо заработал, потому что, ну, вы представляете, да, какое количество школ, и если это идет в качестве учебника, тем более навязанного учебника, соответственно, это миллионы заработанных денег. Ни одна книга сейчас современная не может похвалиться миллионными продажами. Обычно даже самую очень крутую книгу продают, ну, 20-30 тысяч тиражей, это можно прыгать до потолка. А здесь, соответственно, миллионные тиражи. И вот эту лабуду будут пытаться, наверное, ею затыкать дырки какие-то в школе, если совсем уж не о чем будет говорить. Ну, давайте почитаем Конституцию в стихах. А еще лучше, наверное, раздадут, и, может быть, на каких-то там собраниях и линейках дети будут выкрикивать артистично эту самую Конституцию. Стихи, конечно, отвратные, смысла в этом никакого нет, но мы понимаем, что подобные издания, это 100%, если начать ковырять эту историю, за издателями наверняка стоит какая-нибудь жена высокого министра, какого-то очень приближенного к путинскому кругу, или жена, дочь, дети, племянник. Кому-то одним словом этот проект достался, и кто-то на этом проекте хорошо заработал. Ну, а мир и мы в очередной раз развели руками, и еще раз поделились бесконечному источнику, откуда они черпают свои умопомрачительные, невероятные, трудно укладывающиеся в голове, но вполне себе приживающиеся в России идеи.